здравствуйте друзья добро пожаловать на канал бокс play и с вами Алексей сегодня я хочу вам показать и рассказать вам об одной интересной штукенции это называется z cam e1 так вот название у него интересно и это самая маленькая на сегодняшний день камера с сенсором micro 4 третьих что же давайте будем приступать к обзору сразу скажу что я ее купил уже бушную потому что выпуск таких штук уже завершён и к сожалению но новых их уже нельзя заказать так что же это прежде всего такое это видеокамера и фотокамера да у которой большой сенсор стандарта micro 4 третьих то есть он достаточно большой для того чтобы размывать можно было фон и смотрите здесь bayonet micro 4 третьих соответственно сюда подходит вся линейка оптики от panasonic от олимпус в общем-то вся линейка оптики micro 4 третьих чего же такого интересного в этой камере в этой компактной малышки так сказать интересно в ней для меня в принципе есть несколько вещей интересных смотрите значит здесь есть съемка 4к то есть она снимает в 4к формате да это очень круто это просто блин посмотрите на ее размер просто она чуть чуть больше на как немножко как объявшиеся gopro вот и вот эта вот штука она снимает в 4к причем у нее есть как стандартные 4к до 3800 там что-то так и 4к так сказать на так называемые киношны то есть 4000 на 2 там чего-то там вот значит камера еще раз повторюсь называется z camera e1 и она в общем-то признана самой маленькой камерой формата micro 4 третьих вот сенсором на самом деле есть несколько моментов конечно же по которым есть не совсем удобно пользоваться а также совсем неудобно скажите вы например где там здесь все кнопки где колесики есть и здесь крутилки то есть вот но этого всего здесь нет понятно по каким причинам потому что она как бы очень-очень компактная тем не менее смотрите здесь есть металлический корпус из магниевого сплава то есть вот камера тоже мне не новая к сожалению опять же новых новых поставок сейчас уже этих камер нет то есть там же есть там уже есть как бы е2 камеры вот едва это уже немножко совершенно другая песня они уже сделаны такими кубиками они уже большие там уже тоже всего понапихано интересного вот что же такое вообще вот это вот z-камера да это компания которая сделала вот компания это находится в китае то есть это китайцы да которая в принципе инженер который как бы руководитель этой компании он разрабатывал сначала служил инженером работал в отделе gopro и в общем-то потом он оттуда ушел через несколько лет и решил сделать собственно детище и сделал собственно говоря то есть он создал компанию на киркстартере и вот собрал достаточно быстро нужную сумму для этого для старта производства все как бы на тот момент плевались говорили что ну как такая маленькая камера она не сможет там снимать полноценное 4k она будет там как-то задыхаться она будет очень греться она будет выключаться вот то есть как бы и вообще это все фэйл пустышка и ничего такого не будет вот но тем не менее на зло всем вот этим вот завистникам и так далее камера была сделана выпущена и как бы успешно продавалась какой-то период то есть там года два она продавалась пока не вышла ей на замену следующие уже поколение камер сожалению она уже больше как бы но немножко опять же китайцы на своих ошибках научились давайте опять же немножко расскажу вам подробней про характеристики значит смотрите здесь стоит сенсор микро 4 3 такой же как стоит в panasonic жар 4 но то есть с теми же фактически с той же пределом с тем же пределом чувствительности есть то есть как бы все плюшки которые есть в жар 4 здесь также есть на сенсоре вот к сожалению здесь не сенсорный экран давайте включим смотрите давайте пробежимся по входам что здесь для меня почему ее купил себе опять же почему я все взял и считаю что это камера очень нужная классная вещь посмотрите на ее размеры и можно где-то закрепить и не за там на тумбочке на шкафу на потолке у нее есть стандартная резьба до для крепления на штатив там или где-то вот на какие-то там еще крепежи вот здесь есть здесь есть вход для микрофона блин это такая крутая вещь которую мне очень не хватает иногда в моем люмиксе x80 вот то есть здесь вот в прекрасная камера на самом деле я вот как бы перешел немножечко еще на микро четыре третьих систему и реально вот чего мне хватает в в этом фотоаппарате и здесь есть все что мне нужно мне не хватает вход для микрофона реально что иногда мне неудобно сводить звук вот когда я пишусь там с внешнего рекордера вот мне проще реально воткнуть его сюда и писать его напрямую в камеру например но опять же значит смотрите это камеру эту камеру уже производитель продавал на последних этапах по 150 долларов то есть было были уже скидки он распродавал последнюю партию и и 150 долларов за камеру которая снимает 4k у которой матрица большая достаточно чтобы записывать вот как бы чтобы размывать фон до микро 4 3 матрица вот камера у которой есть вход под микрофон камеру который есть выход на hdmi причем она выдает картинку спокойно на hdmi на любой монитор hdmi причем можно ли на рекордер писать причем это будет чистый сигнал hdmi камера которая может одновременно заряжаться и записывать видео то есть здесь есть такой отдельный адаптер сейчас вам покажу вот здесь вот такой вот есть адаптер который можно вставить вот сюда вот блок питания в питание и в общем-то она начнет заряжаться и и можно включать и можно пользоваться причем здесь получается по вольтажам подходит любой ток который будет идти от юсб порта то есть здесь по моему 5 вольт 5 вольт и то ли 1.2 ампера я не помню честно вот поэтому и и запитать реально можно при желании вообще от любого powerbank от любого юсб и это очень круто на самом деле очень круто здесь так что есть свой микро по-моему от избе называется для прошивок здесь так же есть свой какой-то проприетарный разъеме не знаю вот эта компания которая сделала ее до сделала какой-то еще свой разъём для того чтобы можно была какие-то дополнительные аксессуары к ней подключать но так компания невыпустила ни одно аксессуара насколько я знаю к ней вот и что самое классное видите то здесь даже можно без аккумулятора вообще снимать то есть если мы вытащим аккумулятор она также может сможет снимать вот большой плюс этой камеры это ее компактность потому что вы ее сможете эту камеру закрепить всех местах которых вы не сможете закрепить свою любимую зеркалку либо даже какую-то беззеркалку например такую как sony a7 mark 3 который у меня есть я ее не могу например в некоторых местах закрепить потому что во первых мне страшно что она оттуда там совется как-то упадет во вторых она достаточно громоздкая и с оптикой полнокадровой она ну как бы не не везде ее можно зацепить закрепить тем более за какие-то там дроны и так далее что здесь еще есть значит смотрите давайте вам покажу какая здесь батарейка вот таким образом мы можем отодвинуть крышечку да очень удобно и вот здесь у нас есть видите micro sd шная карточка которая вставляется вот такой вот слотик у меня в данный момент сейчас здесь стоит 128 гигабайт это samsung micro sd вот его плюс по моему или просто его до его плюс вот в принципе неплохие карточки на самом деле по цене очень как бы достаточно симпатичная цена у них и достаточно хорошее качество аккумулятора здесь в комплекте шло два то есть как бы вот такие вот они интересные как бы фирменная да опять же ну в принципе то есть вот такой один аккумулятор его хватает он емкостью него 2000 миллиампер часов вот вольтаж 37 вольт то есть вольтаж у него как вообще как на телефонном аккумуляторе на каком-то да вот его в принципе хватает как бы достаточно надолго вот то есть его хватает на если вы пишете в обычном full hd его хватает на полтора часа съемки если вы пишете 4k то это где-то плюс-минус 40 минут от 40 минут до часа вот опять же вы можете всегда подключить powerbank и писать с powerbankом и в принципе как бы но тем не менее у вас есть комплекты два таких аккумулятора это круто вот значит смотрите в принципе по как бы по внешнему виду понятно да то есть это просто такой прямоугольничек до достаточно крепкий потому что это вот все это металл вот видите у нее немножко углы под это самое подстерлись но тем не менее это как бы никак ничего не не влияет на они не треснули ничего у меня была камера как же она называлась блин что-то типа тая или что-то так то есть она просто реально просто потрескалась вся у меня не знаю почему облезла потрескалась вся то есть просто экшн камера которая никуда не годилась смотрите самый большой плюс этого вот всего это то что к нему можно подключать к этой камере оптику micro 4 3 то есть для тех у кого эта оптика соответственно есть эта камера это как опять же как для съемки влогов для съемки каких-то для какой-то аэросъемки для тех кто снимает на youtube и опять же можно с помощью этой камеры стримить если у вас есть оборудование для стриминга эта камера будет вообще шоколадно вам становиться где-то на монитор на какой-то небольшой триподик да на подставочку и вы сможете реально делать какой-то стриминг сразу в интернет но опять же для стриминга вам нужно да какая-то карта захваток от которой будете подключаться через hdmi но тем не менее почему я опять же взял эту как камеру потому что во первых здесь можно подключать внешний микрофон во вторых я могу ее подключить через микро ну через hdmi да компьютеру через карту захвата стримить через нее прям потоковое видео потоковое вещание делать потому что она выводит чистый сигнал по hdmi вот ну и в принципе то есть такая у себя хорошая вебка для меня да тем не менее эта камера опять же благодаря своей компактности ее можно размещать в какие-то я не знаю куда-то ее крепить там спокойно причем у нее есть автофокус вот у нее есть автофокус на фото на видео вот опять же какие здесь есть минусы здесь ужасная эргономика понятное дело из-за того что здесь нет никаких колесиков крутилочек и так далее мало кнопочек эргономика здесь просто никакущая ну естественно это просто жертва нашего года нашей компактности да вот тем не менее тем не менее в принципе благодаря компактности вот как раз можно пожертвовать на ради компактности можем пожертвовать какой-то некой эргономика неким удобством пользования опять же вспомните gopro какая там эргономика никакая цель gopro это какая взять ее просто поставить куда-то и снимать здесь немножко все сложнее, потому что для того, чтобы какую-то грамотную, хорошую картинку вам снять, вам нужно эту камеру немножечко настроить, да, предварительно. Ну как, с чего надо начать? Ну, хотя бы для того, чтобы начать, нам надо прикрепить к ней какой-то объектив. Возьмём для начала хотя бы вот какой-то китовый объектив 12-32 от Panasonic. Вот, то есть, это объектив достаточно лёгкий, компактный. Кстати, камера весит в районе 200 грамм, если я не ошибаюсь. То есть, это реально просто, ну, это просто вес какой-то там, я не знаю, какой-то вот GoPro, ещё какого-то вот GoPro в боксе, в кейсе, да. Вот, значит, смотрите, что мы сделаем. Сейчас мы сейчас закрепим вот этот вот наш объективчик. Таким образом мы его закрепили. И вот у нас уже камера с объективом. Это очень круто, потому что, посмотрите на, блин, посмотрите на компактность. То есть, реально камера, которая помещается в ладошки. Камера, которая помещается в ладошки. Я ещё-ещё запись нажал сейчас, да, и она начала записывать меня. Вот, смотрите, что здесь есть. Давайте немножечко по меню пройдёмся. Давайте немножко пройдёмся по меню. Я сейчас немножечко призумлю сюда это всё дело. Вот, значит, 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 ты-ты-тыц-тыц-тыц-тыц. Давайте я вам покажу, что здесь есть. То есть, смотрите. Ну, во-первых, для того, чтобы начать пользоваться объективом, надо его выдвинуть. Это понятно. Это стандартное как бы условие. Вот, здесь есть кнопка Mode. Вот это вот с самого верху. Которая отвечает за... Которая отвечает за переключение режима фоторежим и видеорежим. Вот сейчас мы переключили фоторежим. Видите, у нас пропали рамочки такие. Экран здесь, кстати, к сожалению, не сенсорный. Поэтому это очень неудобно. Очень было бы удобнее намного, если бы экран был сенсорный. Мы могли бы выставлять точку фокусировки касанием. Это просто безумно. Он мне нравится на Panasonic'ах. Вот. И это просто, ну, очень крутая штука. Не знаю, почему они... Ну, опять же, понятно, что они всячески пытались как-то удешевить производство, потому что цена вот этой штуки реально 150 долларов. То есть, они ее распродавали уже по 150 баксов. Это, ну, просто, я считаю, что для такой камеры это копейки. Смотрите. Значит, что здесь... Кстати, еще не забыл сказать. Вот этот вот дисплейчик, он OLED. И мы... Как бы он такой достаточно энерго... энерго... сберегающем режиме работает, да? То есть, мы знаем, что OLED-экраны, черный фон, они не живут практически батарейку. Вот. Поэтому здесь экран это реально OLED. Плюс, значит, смотрите, что здесь есть? Моут, понятно, да? То есть, это мы выставляем режимы. То есть, здесь всего два режима. Это фото и видео. Никаких там полуавтоматических, каких-то там типа P, Smart, Auto и так далее. Это все можно в меню наклацать. То есть, вот кнопочка Mode. Мы сейчас поставили режим видео. Значит, следующая кнопка это кнопочка FN. То есть, это кнопочка, на которую можно что-то повесить. В данный момент у меня здесь есть... Висит на ней меню. То есть, можно повесить на нее некоторые другие действия. Вот. Опять же, есть здесь кнопочка вверх, кнопочка вниз. Этой кнопочкой мы можем... Кнопочка вверх в режиме фото либо видео. Если у нас стоит автофокус включенный на объективе там или где-то, мы можем сфокусироваться. Вот кнопочка вверх нажимаем и камера начинает фокусироваться. Смотрите, я попробую поближе показать. То есть, видите, она сфокусировалась. Сейчас пытается сфокусироваться на моей ладони. Ну, на самом деле, просто я далековато. Наверное, далековато. Вот так мы сделаем. Вот. Ой, сейчас. Так. Вот, сейчас попробуем сфокусироваться. Смотрите, она сфокусировалась. То есть, в принципе... Сейчас, наверное, вот так вот еще сделаем. Смотрите, я сейчас попробую сфокусироваться. Вот эта верхняя кнопочка, она отвечает за фокусировку. В принципе, фокусировка здесь, понятное дело, что она не супер-пупер скоростная. Да? Но она, в принципе, как на первых, наверное, люмиксах. То есть, у меня был люмикс GH1. И вот на этом люмиксе как раз примерно соответствующая фокусировка. То есть, я не скажу, что фокусируется прям супер-быстро, но и не супер-медленно. То есть, в принципе, для того, чтобы куда-то навестись на резкость, потому что по экранчику понять резкость иногда непонятно. Вот, насколько она резкая картинка, либо же нет здесь. Вот. Но чтобы куда-то навестись, как раз вполне себе этого достаточно. Далее давайте смотреть. Значит, смотрите, что здесь еще есть. Кнопочка вниз это сделать снимок, либо же начать... Нет, не запись, а просто сделать снимок. То есть, если мы даже в режиме видео, вот эта кнопочка, она делает фотокадр. Вот. Ну и, соответственно, меню наше. Меню подразделяется на быстрое меню, вот такое вот. То есть, если мы нажали кнопочку меню, у нас выскакивает вот такая вот, как бы, вот такое вот подменю. Вот здесь мы уже можем перемещаться вот этими кнопочками вверх-вниз. Кнопочки вверх-вниз. И смотрите, то есть, первая кнопочка отвечает за диафрагму. То есть, мы можем выбрать ее кнопочкой FN и регулировать нашу диафрагму. Например, открыть ее либо же закрыть вручную. Либо же поставить на авто. Вот. Опять же, отжимаем обратно кнопочку меню и идем дальше. Идем дальше. И следующий параметр у нас шаттер-спид, то есть, скорость затвора. Вот. То есть, наша выдержка стоит на авто. Соответственно, можем ее поставить там одна пятидесятая, как все видеооператоры любят, Или одна двадцать пятая. Вот. Опять же, дальше идем. Вот, меню. Дальше параметр ISO. Это понятно. То есть, это все быстрые параметры, которые мы можем менять, ну, как бы быстро. Типа, на самом деле, слишком быстро оно не меняется. Вот. Но, тем не менее, в принципе, как-то, как-то это все сделать можно. Дальше. Идем дальше. Значит, смотрите. Дальше у нас идет экспокоррекция. Наверное, проще всего ставить какую-то фиксированную скорость затвора, диафрагму где-то идти в авто, например, ISO в авто, и экспокоррекцию уже менять. Хотя, опять же, по разной ситуации мы можем настраиваться по-разному, да, то есть, как бы вот. Фокус-эре это область фокусировки, то есть, мы можем с вами, смотрите, давайте выберем ее, мы можем с вами вот этими вот листать. Опять же, у нас только два переключателя вверх и вниз, поэтому она вот так по рядам перемещается. Видите, вот эта область фокусировки наша. То есть, в принципе, можем фокусироваться в любой части экранчика нашего, в любой части кадра, например, да, там зафокусировать какой-то там предмет, который там сбоку скрают где-то, беспроблемно, это можно все сделать, но, опять же, это все время, естественно, как бы эргономика, я уже сказал, здесь никакая, но эта камера не для этого, не для того, чтобы вы там где-то снимали на нее какие-то свадьбы и так далее. Хотя, я думаю, что при желании можно сюда повесить монитор спокойно, фокус пикинг там будет, на котором, да, и фигачить спокойно себе в мануальном режиме вообще все легко. Значит, смотрите, что у нас есть дальше, что у нас есть дальше. Естественно, MF Assistant, то есть, ассистент, то есть, когда мы нажимаем это дело, он приближает, соответственно, и мы можем уже настраивать ручную фокус. Но, опять же, экранчик, разрешение экрана нашего где-то там 320 на 240, если я не ошибаюсь, поэтому особо там что-то разглядеть, ну, можно, в принципе, с трудом, но можно. Вот, идем дальше, вот, идем дальше по меню, Settings, это наши настройки, вот, собственно говоря. Значит, что у нас есть здесь, вот, здесь у нас есть, в принципе, некоторые настройки, которые мы можем смотреть, менять. Смотрите, формат записи, соответственно, первый рекорд меню, это меню записи, да, то есть, у нас вот здесь есть формат записи, это разрешение наше, да, 4К 30 кадров в секунду, 4К 24 кадра в секунду, 4096, это вот, это вот 4К, который говорил, киношная, да, 24 кадра в секунду, опять же, половины какие-то разрешения, то есть, 2160, ну, как много у про, в принципе, все, да, здесь есть режим 1080 на 60 кадров, 1080 на 30, соответственно, 1080 на 24, и 720 на 240 кадров здесь есть, в принципе, как бы особо оно, 720 на 240, качество очень ужасно, если честно, вот, то есть, я на этой камере, как бы, снимаю в 4К 30 кадров, либо же, вот, в 4К 24 кадра, вот в таком режиме, ну, либо же, если не нужно, то есть, Full HD 60P, тоже, как бы, снимаю Full HD 60P, вот, опять же, я немножко не сильно видеооператор, я еще только учусь, то есть, я в основном снимаю какие-то влоги, и так далее, то есть, в принципе, для меня эта камера, это то, что нужно, я повторюсь, то есть, не надо думать, что эта камера, там, сделана для того, чтобы вы снимали каких-то там, чаек в полете, где-то в поле, это немножко не та камера, то есть, эту камеру можно повесить, стекло широкоугольное, и, например, где-то снимать с дрона, эту камеру можно где-то поставить в автомобиле, и она вам не будет мешать, там, куда-то смотреть, это будет чудесно просто, эту камеру, я не знаю, можно прицепить где-нибудь, опять же, ну, я не знаю, как в качестве веб-камеры использовать, или в качестве камеры, которая снимает ваши эмоции, когда вы играете, там, где-то на компьютере в какие-то игры, и так далее, вот, значит, по этому пункту меню разобрались, прошли, меню нажимаем, оно обратно возвращается, значит, смотрите дальше, фокус метод, то есть, это метод фокусировки, вручной фокус, либо же можем поставить мануальный фокус, то есть, вручной, точнее, или автофокус, то есть, manual focus, либо автофокус, я не знаю, в этом объективе, кстати, нет возможности вручную фокусироваться, здесь нет колечка фокусировки, но там есть возможность, если мы здесь поставим manual focus, вот, то есть, у нас потом можно будет настраивать фокус с помощью, с помощью, с помощью, с помощью, а, это вот с помощью приложения мобильного, там можно будет настраивать фокус, то есть, это вот, если именно вот этот объектив, опять же, в тех объективах, в которых есть колечко с фокусировкой, например, там в той же Sigma 60 мм, либо там, в той же, в том же каком-то там, Panasonic 42.5, видите, здесь везде есть колечки фокусировки, поэтому, как бы, это стекла уже не бюджетные, ну, как бы, более высокого уровня, у них есть фокусировка, можно вручную фокусироваться, здесь же, это можно сделать только программным образом, вот, далее, значит, смотрите, идем дальше по меню, идем дальше по меню, ну, значит, здесь есть, F-Mode Flexible Zone, то есть, это зона фокусировки более широкая, либо же, либо же, вот, мы не можем даже выбрать, потому что у нас ручной фокус стоит, вот, если автофокус поставим, то сможем выбрать, вот, то есть, либо же нормальная зона, либо же Flexible, Flexible, это когда мы можем передвигать фокусировку, норму, это она по центру стоит, если я не ошибаюсь, именно так это и работает, Continuous AF, то есть, это автофокус, который будет отслеживать ваше положение в пространстве, и за вами, как бы, за вами следить, то есть, следящий автофокус, в данный момент у меня выключен, потому что, есть одна проблема, когда я ставлю Continuous, стекло начинает, то есть, объектив начинает немножко жужжать, вот, потому что все время фокусируется туда-обратно, и это немножко мне не нравится, но, опять же, если вы где-то в шумном месте, либо же вы где-то пишете рекордером звук отдельно, можете спокойно, смело ставить Continuous, и, в принципе, я покажу там примерчик, в машине я это тестировал, и очень даже неплохо работает, по крайней мере, с объективом лейковским, 1.7 на 15 миллиметров, паналейка. Сейчас такой именно тест немножечко, автофокус идет по лицу, и я хочу затестировать, как он будет, насколько он будет быстрым, если я буду в салоне автомобиля перемещаться, например, либо же я буду постараться вот так, например, рукой закрывать автофокус, и будет ли он фокусироваться, либо же не будет, и насколько он быстрый, опять же, будет по лицу потом перемещаться, в принципе, мне нравится, реально размер экшн-камеры, просто размер экшн-камеры. Значит, это все понятно, то есть, это Continuous, автофокус, Range, Range, это дистанция, то есть, дистанция, смотрите, можно у нас выбрать, а, ну, он выключен, если бы он включен, бы дистанцию можно было выбрать близко, далеко, либо же Normal, Normal, это вот где-то вот, что-то усредненное, вот, чувствительность высокая, если вы хотите, чтобы он быстро ловил, перескакивал, либо же можно писать медленно, чтобы он как бы по киношному, так более медленно, плавно наводился, вот, а Speed Duration, это разбивка, разбивка наших роликов, вот, насколько я понимаю, сейчас у нас вот ролики, здесь разбиваются по 30 минут, по 30 минут записи, то есть, мы пишем, когда фильм, например, какой-то, если мы пишем, там, час, два, три, например, на вас, вы поставили эту камеру, кстати, еще неплохое использование, для тех, кто пишет, там, в две, в три камеры, ее можно просто на гибком, каком-то штативе, где-то к столбу прикрутить, например, и установить, и она будет у вас себе писать, там, два, три часа, или сколько вам там надо, от Powerbank, спокойно можете снимать, там, концерты и так далее, вот, и вот здесь Speed Duration, это вам разбивочка получается, вдруг у вас там что-то с карты памяти случилось, или что-то еще, то есть, у вас разбивка идет по 30 минут, ролики нарезаются, вот, Noise Reduction, это шумоподавление, я, в принципе, стараюсь всегда, кстати VX ставить слабо, потому что, в принципе, проще потом подавить шум, где-то в редакторе, лучше, чем, чем оно будет как-то автоматом давить его, Rotation, это как на угол-упрошках, вам можно сменить Rotation, у вас просто зеркально отобразится экран, это если вы снимаете, например, вот так, то есть, вам надо подвесить ее как-то вверх ногами, например, такое иногда бывает, вот, и это, в принципе, удобно, почему бы и нет, в принципе, понятно, что потом можно просто обработки, перевернуть просто видео, но, тем не менее, это уже есть здесь, уже есть, дальше идем, White Balance, то есть, это уже настройки, более тонкие настройки цвета, то есть, меню фотографий, вот, нажимаем White Balance, у нас есть авто, либо какие-то предустановки, либо же можем настроить даже вручную, вручную в Кельвинах, вот, Tint, это, сейчас, нам в меню надо сделать White Balance, потому что тогда Tint у нас будет доступно, Tint, это, опять же, вот, цветность, то есть, плюс, насколько я понимаю, цвет больше зеленого, либо же больше какого-то фиолетового, видите, вот, фиолет уходит, не знаю, видно ли ему вообще что-то сейчас на экране или нет, вот, это вот больше уходит в зелень, вот, то есть, баланс у нас нулевой, то есть, если у нас вдруг какая-то сцена дико фиолетовая, нам надо выровнять вручную баланс, то здесь это все есть, и это круто, вот, потому что у меня когда-то была GoPro, я занимался туристикой, я спилил там у нее объектив, переходник купил на C-mount, как-то прикручивал, и, блин, было прикольно, но вот оно, то, что я хотел получить от GoPro, тогда, вот оно сейчас у меня в руках, это шикарная идея, на самом деле, вот такую вот небольшую камеру сделать, максимальная ISO, это то ISO, которое ваша камера будет задирать автоматом, вот, максимум, вот, точка, по которой будут выставляться, там, вот эти баланс белого и так далее, будут в центре находиться, либо же можете поставить там по всей зоне, яркость, я не знаю, что такое яркость, и какого бока, каким боком она вообще нужна, и хрен с ней, не знаю, шарп нас, это, в принципе, тоже нормал, этого достаточно, может быть, стоит поставить шарп нас, менее, так уж, менее, как бы, большой показатель, потому что фотки, оно немножко перешарп делает, понятно, насыщенность, контраст, здесь также есть возможность применять свои луты, лут, это табличка с цветами, да, то есть, как бы, когда мы записываем, камера пишет в каком-то флэт профиле, то есть, вот, мы можем здесь взять и применить Z-Log, то есть, тогда камера будет писать очень неконтрастное изображение, очень неконтрастное, вам, наверное, плохо видно, ну, как бы, можете мне поверить, то есть, с минимумом цветов, но тогда у вас будет больше возможности в цветокоре, потом это все править, вот, есть на сайте, производителя этой камеры специальный лут под нее, поэтому, как бы, прикольно, что есть как раз лут, это как у GoPro, есть ProTune режим, это вот такой же точно вот этот лут режим, вот, значит, коррекция виньетирования, ну, я не знаю, никогда особо не клацал это, и еще момент, значит, в этой камере есть встроенный Wi-Fi и Bluetooth, и это очень круто, потому что, вот смотрите, опять же, вы можете к ней подключиться с помощью Wi-Fi, вот, вы берете свою мобилу, есть приложение, которое называется Z-камера, вот, вы заходите в меню Control, можно контролировать все параметры съемки, причем, опять же, камеру можно располагать, как вам удобно, зацеплять, где-то, закреплять в каком-то любом удобном для вас месте, и где-то сидя там на другой точке, например, снимая второй камерой, вот, эту камеру, эту камеру можно настраивать по Wi-Fi, либо же по Bluetooth, то есть, с единственным различием, что по Wi-Fi у вас будет видна и картинку, вы сможете там смотреть какие-то фотки, передавать на телефон, и все вот такие вот дела, быстрее все будет. Вот, значит, смотрите, здесь есть те же настройки, что и на камере, то есть, режимы съемки, фокусировка, F-Mode, Continuous и так далее, то есть, вы это все можете здесь, отсюда прям настроить, это намного удобнее, чем шариться по меню камеры, вот, то же самое абсолютно, что на любой GoPro, то же самое, что на любом Panasonic, сейчас, который есть, здесь же вы можете настраивать, там, диафрагму, здесь же вы можете настраивать, там, выдержку, ISO, и все, 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 вот это вот все. Кроме того, здесь можно даже, вот видите, вот то, что я говорил, ручная фокусировка, то есть, вы здесь можете подстраивать фокус вручную, вот такими шажочками, либо же все это делать, как бы быстрее, это очень удобно тоже, вот, и либо же здесь, вот еще удобная фишка, там, где вы можете задать точку А, точку Б, например, мы задаем точку А, и мы задаем там точку Б какую-то, вот, и у вас потом, когда мы нажимаем точку А, у вас камера фокусируется в той точке, которую вы задали, а когда-то точку Б, перефокус идет на другую точку, которую мы потом задали, то есть, если вы задали, то есть, если у вас вдруг идет какая-то цель, например, красиво все, как бы, сфокусировать сначала на один объект, потом перевести плавно фокус на другой, вот эта функция, она достаточно прикольная, вот, ну и что еще, что еще такого интересного есть, в принципе, вот, ну, приложение, опять же, как приложение, то есть, в принципе, все можно выключить дистанционно, опять же, по поводу включения, не знаю, сейчас посмотрим, окей, выключаем камеру, и фигушки, то есть, мы ее не включим, скорее всего, все, я думаю, мы ее просто не включим, потому что камера у нас недоступна, или включим, нет, Wi-Fi просто нет, нет Wi-Fi, который отвалился этот Wi-Fi, камера и все, то есть, выключить мы ее можем, включить, как в GoPro, дистанционно, к сожалению, мы ее не можем, опять же, можно через приложение смотреть, там, смотреть фотографии отснятые, смотреть, можно видосы, скачивать на телефон без проблем, можно даже видео в 4K скачивать, и с телефона куда-то потом отправлять, то есть, в этом плане, очень все красивенько, значит, смотрите, опять же, почему меня привести, именно эта камера, вот, потому что, здесь есть все, что мне нужно, от камеры, для блогера, здесь есть Wi-Fi, поэтому я могу отстраивать кадр по картинке с телефона, здесь есть HDMI выход, вот, поэтому я могу спокойно себя транслировать, то есть, я могу писать на нее там какие-то трансляции, даже, например, здесь есть беспрерывный источник питания, то есть, я могу спокойно ее запитывать, она у меня будет хоть 10 часов там записывать какие-то видосы, которые мне надо, чтобы она записывала, вот, то есть, я вот на нее уже отписал где-то сейчас, вот, я ее недавно как бы купил, я отписал на нее где-то вот часа полтора, непрерывно просто писал формат А4К, в обычной комнате, при комнатной температуре, она нагрелась, не, ну, как бы не до фанатизма, но опять же, она нагрелась, понятное дело, вот корпус металлический, но она не выключалась, она ничего не глючила, то есть, как бы, классненько, вот, и, в принципе, понятно, что большой-большой плюс, да, это то, что я могу сюда монтировать даже какие-то вот такие гигантские объективы, это смотрится, конечно, несуразно, но почему бы нет, давайте, давайте попробуем, вот, то есть, вот, пожалуйста, 100-300, у меня есть такой объективчик, давайте немножко вот так сделаем, вот, то есть, у меня есть такой вот объективчик 100-300, панасониковский, и, да, можно ее реально где-то прикрепить, даже на штатив с ним, вот, и она будет, в принципе, комфортно себя чувствовать на штативе, вот, но тем не менее, то есть, вот такая вот очень-очень маленькая, очень компактная камера, я считаю, что имеет право на жизнь, это ни в коем случае никакая не реклама, просто вы знаете, что я люблю всякие разные технические, всякие классные штуки, и, блин, мне просто, вот я не мог, не смог пройти мимо, потому что за 150 долларов, формат 4К, беспрерывная съемка, более там часа и полтора часа и больше, автофокус, значит, выход на, вход на микрофон, значит, выход на HDMI, причем без всякой информации, то есть, как бы чистый выход, ну, блин, и опять же, вот то, что ее можно подключать к блоку питания, и запитывать ее там от пауэрбанка, от розетки, просто она может как бы, и все, это очень крутая штука, вот, это очень крутая штука, за 150 долларов, ну, я не вижу ей каких-то там аналогов, вот, в сфере чего-то непрерывного, записи там каких-то, опять же, роликов, если вы записываете какие-то там, вот, обзоры, да, распаковки и так далее, эту камеру очень удобно там где-то зацепить, прикрепить даже на какой-то там, закрепить ее на какой-то, прикрепляшки, которая там, знаете, такие есть специальные гибкие, так называемые гусиная шея, штативы и так далее, вот, то есть, с ней реально очень достаточно просто, ну, вот, плюс, понятно, что это кощунство какое-то цепляет на нее там, 100-300 объектив, да, поэтому, в принципе, я думаю, что ее можно также использовать, как GoPro, такой некий вариант, большой и качественной картинки в формате GoPro, это будет, если прицепить сюда, фишай, есть у меня вот такой фишай, под микро 4.3, кстати, с него все и начиналось, вот, он мануальный, но для, как бы, широкоугольных объективов, нам особо не нужно, не нужен автофокус, потому что, если их выставить там на диафрагму, например, 5.6, то резкое будет все, начиная там где-то вот отсюда и дальше, до бесконечности, соответственно, фокус надо выставить на бесконечность, и вот что получается, то есть, как бы, вот такая вот у нас экшн-камера сейчас получилась, потому что, смотрите, фишай 7.5 миллиметра, светосилой 2.8 нам дает сейчас, блин, крутую очень картинку такую, причем, то, что это микро 4.3 этих сенсор, он его немножко обрезает, и crop factor 2.0, а на 4К у нас crop factor еще и 2.2 где-то получается, то есть, из фишай у нас получается просто широкоугольный объектив, причем, достаточно резкий, потому что матрица небольшая, вот, и компактный очень, то есть, где вы видели, блин, такую систему, которую можете где-то повесить, и, не знаю, можно на шлем повесить даже, например, можно где-то на машину, на велик, понятно, что цена, как бы, хотя, знаете, цена 150 баксов, плюс это фишай 100 баксов стоит, то есть, 250 долларов, там, мне кажется, не цена, даже GoPro какой-нибудь там, вот, понятно, что GoPro сейчас уже в 4К 60 кадров пишет, как бы, картинку, но, тем не менее, это более качественная картинка в вечернее время будет, потому что реально полно, ну, как бы, не полноразмерная, конечно, матрица, но матрица достаточно большая, то есть, реально, на порядок больше, чем в GoPro, на порядок больше, чем в телефонах, то есть, это вот 4,3 матриц, и это большие преимущества, то есть, в таком компактном корпусе, мы имеем достаточно серьезное качество картинки, вот, понятное дело, что, из-за того, что размер здесь камеры маленький, то есть, использовать ее как-то с рук, просто нереально, снимать какие-то видео, даже со стабилизированными объективами, ну, разве что, вот, сфишаем с каким-то, потому что, чем фокусное расстояние шире, да, тем, как бы, проще снимать с рук, вот, но, тем не менее, тем не менее, с рук снимать просто очень неудобно, поэтому, эта камера, я считаю, для тех, кто снимает какую-то, занимается аэросъемкой, эта камера для тех, кто занимается какими-то влогами, вот, потому что, в принципе, достаточно удобно снимать себя любимого, где-то там, поставив просто камеру на полочку, аккуратно, да, там, закрепив ее где-то как-то, вот, эта камера для тех, кто где-то путешествует, может быть, и не хочет с собой таскать, какую-то большую камеру, хотя, опять же, касательно микро 4.3, большая камера, ну, не знаю, то есть, вот, насколько у вас большая камера, вот эта, например, да, ассоциативная, она тоже не такая большая, но, тем не менее, эта камера легче в два раза, опять же, чем вот эта вот. Ну, что ж, друзья, это было все на сегодня, спасибо вам большое за просмотр, надеюсь, вам понравилось, вот, по крайней мере, я получил себе новую игрушку, и это интересная штука, вот, я не считаю, что я потратил деньги зря, опять же, я думаю, что это камера для тех, у кого есть уже какие-то стекла системы микро 4.3, у кого уже какая-то, какой-то опыт в съемке чего-то есть, вот, то есть, это не камера, конечно же, для начинающих, и, ну, я постарался, как бы, сделать более такой четкий, понятный обзор, то есть, я надеюсь, что вам понравилось, если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь, будем делать какие-то другие интересные обзоры, если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь, увидимся в следующих видео, и до свидания, друзья.